В Кирове 12 часов и 5 минут, ближайшие 40 минут почти вы проведете в нашей компании, а мы в вашей, Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Здравствуйте, всем хорошего завершения рабочей недели. Впереди первый декабрьский уикенд, который многие из нас захотят провести с пользой, с интересом узнать, увидеть, услышать что-то новое. И мы вам сегодня будем рассказывать об одном любопытном и примечательном событии, которое пройдет уже завтра, 3 декабря, в субботу в Галерее Прогресса. Представляем нашего гостя? Да, сегодня у нас в студии Дмитрий Шиваев, директор Центра современного искусства Галерея Прогресса. Добрый день. Здравствуйте, мы наконец-то увиделись. Новый год уже на носу, да? Да. Надо как-то год завершать со старыми хорошими знакомыми, партнерами, коллегами. Виктор Олегович Пелевин один из них. Да, 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 безусловно. Так, что же завтра у нас в Галерее Прогресса произойдет? Это будет показ фильма под названием «Пелевин», как говорится на сайте Галереи Прогресса. Это собой представляет документально-литературное расследование о главном мистификаторе российской литературы, снятой в жанре анимадок. Все верно. Да, уже какой-то вот повеяло такой загадочности. Анимадок, потому что Виктор Олегович Пелевин в течение последних 20 лет неуловим, неуязвим. Я думаю, что в следствии, может быть, это того, что он же был один из тех людей, который перевел Карлоса к Астанету. Это его первые опыты были, так скажем. Ну, одни из первых там, да? Еще начало 90-х, по-моему. Насколько я понял, там переводил, к сожалению, не помню фамилию инициала переводчика, но попросили Виктора Олеговича, потому что у него слог более красивый и понятный, потому что дословно сложно было бы читать. А Виктор Олегович потом перевел, адаптировал для, скажем так, для более простого и интересного прочтения литературы. И, например, у главного героя Дону Хуану, у Карлоса к Астанету, там было одно из правил не фотографироваться, избегать публичности, ну, то есть не знать, где ты живешь, где ты находишься. Полное истирание личного я, предыдущего, чтобы обрести новое. Собственно, Виктор Олегович своей жизнью он и демонстрирует, да, во многом? Ну, я не могу утверждать, ну, в смысле, вот мое субъективное мнение, ну, в смысле, я думаю, что тот, кто читал, говорит, что не так опасен Кастанеда, как тот, кто его читал. Какое верное замечание. Да, я помню, был период в жизни, когда увлекались, конечно, повально прочтением, да. Нет, это книжка до сих пор одна из главных в моей жизни. Да, безусловно, она остается. А как тогда удалось снять фильм, если главный герой, получается, неуловимый, его никто не видел? С помощью, вот как раз, достижений сегодня технологии позволяют сделать анимацию, нарисовать образ и смонтировать его туда, среди, как говорят, говорящих голов. То есть это совершенно выдуманная история или все-таки основана на каких-то... Нет, ну, если люди заявляют о том, что это документальное расследование, то да. Ну, я посмотрел фильм, я спойлерить не буду. Да, уже посмотрели. Да, я посмотрел фильм. Он где-то в конце ноября он был официально представлен, если не ошибаюсь. Нет, нам прислали ссылочку всегда, присылают заранее, и мы просматриваем, чтобы там все было технически хорошо. 16 плюс надо предупредить, да, возрастное обвинение показано. Я посмотрел много интересной информации, которую я лично про Виктора Олеговича и не знал. Ну, давайте, я думаю, что небесполезно будет напомнить все-таки слушателям, да, может быть, кто-то еще не может понять, кто такой Пелевин. Виктор Олегович Пелевин, я прям цитирую, самую популярную электронную энциклопедию, советский российский писатель, заявлял себя как автор романов 90-х. Такие работы, как Омон Ра, Чапаев и Пустота, Generation P. И с 2003 года выпускает в среднем по одной новой книжке в год, если действительно у него библиографию посмотреть, прям ежегодно, бестселлер очередной выходит. Многие из этих работ становились, безусловно, литературными событиями, лауреат многочисленных литературных премий, наград, это и «Золотой шар», и «Малый букер», и «Национальный бестселлер», и «Большая книжка», и прочее, 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 прочее. За которыми, кстати, он не пришел получать, да, то есть та же на премии, на которой ему вручали наград. В 2004, по-моему, да, это было? Последний раз, да? Ждали же, ждали, ждали, и все. Первый главный редактор ВОК как раз говорил, что у него патологическое было неприятие, ну, в смысле, вот отношение публичности какой-то, он к этому и не стремился. То есть, когда он в детстве был маленьким, он уже с одноклассниками говорил свысока, с позиции своих, скажем так, да, он был талантлив, но при этом был отчасти циничен даже в свои годы. То есть, у него было какое-то свое видение мира, жизни, и он его сохранил, даже находясь в социуме. Да, действительно, очень интересный автор, да, учитывая, что все-таки у него нет законченного литературного образования, он у него, именно техническое образование, он закончил технический вуз. Я могу объяснить, почему отчасти это. Литературным он пытался учиться, но... Не, не пытался, он учился. За оторванность его очистили? Его считали талантливым, он сказал, что там так выпивали, что это могло закончиться циррозом печени, поэтому я все понял, что там нужно было понять, и ушел. А преподаватели говорят, ну, мы его приняли, вдохнули, как бы отчасти обогрели, и он пошел дальше. Ну, творчество Пелевина, безусловно, оно остается актуальным, интересным, манящим на протяжении уже долгих-долгих лет. А вот сейчас, в 22-м году, как, Дмитрий, считаете, в чем его особая ценность и значимость? Учитывая, что ему юбилей, да, в этом году юбилей, ему 60 лет исполнилось. Я, кстати, как раз, Витал, продолжение нашего общения, там в то время, в 90-е годы, это же был «Ветер перемен», и все как-то хлынули в литературный, вот как раз, институт, это было супермодно. Там было 600 человек на место. До этого Пелевин учился в инженерном, папа у него был военный, даже какое-то время, я так помню, что Виктор Олегович жил в детстве в Иране, потому что папа был военный. Кадровый офицер, да. Он был кадровый офицер, в ПВО служил, мама была заведующей магазином, папа вот был военный. И Виктор Олегович очень, ну, как бы, посредством этого полюбил все, что связано с самолетами. То есть, это его увлекало очень сильно. И родители сказали, ну, давай, ты вот не знаешь, куда идти. А он говорит, я точно не знал, куда идти, допустим, да. И он сказал, иди в инженерный институт. И он туда пошел. Московский энергетический институт, да. Да, пошел туда. Как бы точно он назывался. Друг юности у него. Тогда было время, все зарабатывали на чем угодно. И Виктор Олегович был недоволен, потому что получал очень мало. А туда он пошел, потому что родители попросили, и идея ему не нравилась, и денег он получил мало. Но в то время у него друг юности придумал делать копию НЭСКИ. Они выдавали их, якобы они их делали из муки костей. А на самом деле они делали из эпоксидной смолы, где Виктор Олегович Пелевин в троллейбусном парке имел доступ неограниченный к ней. Поэтому он приходил к ним с ведрами этой смолы. Они делали НЭСКИ, его друзья юности. И продавали на Арбате очень удачно. Кстати, диссертацию Пелевина, которая посвящена проекту электропривода городского троллейбуса с асинхронным двигателем. Но он ее не защищал. А он его не закончил. Пишет нам энциклопедию. И литературу не закончил. Хотя был номинантом Ленинской премии, надо уточнить, Виктор Олегович. В детстве. В общем, весьма такая удивительная, замысловатая судьба. И творчество такое, как мы понимаем, тоже. Завтрашний показ в галерее прогресса, он будет, ну вот как кинотеатр. Люди пришли, собрались, расселись. Или, может быть, кто-то захотел стоя это все воспринимать. И запустили фильм, и все. Будете смотреть. Или что-то еще будет. Ну, обсуждение сложно делать. Материал непростой. И лучше бы, чтобы, собственно, каждый остался в своем мнении. В современном искусстве это важно. Когда после просмотра у тебя остается свое мнение. Не навязанное никем, не художником. И художники это приветствуют, собственно, тоже. Хронометраж полтора часа, я вижу, да, написан на сайте. В галерее прогресса, еще раз повторюсь, возрастное ограничение 16+. Режиссер Родион Чепель, я, к сожалению, ничего не знаю. Это журналист. Да. Он, кстати, работал с Парфеновым. Он работал в команде Парфенова, например, да. И кто знает его предыдущим работам и творчество Парфенова, находит сходство в подаче материала во многом. Да, еще раз напомню, что жанр такой документальный. Ну, трейлер довольно-таки заманчивый, да. Там любопытно, там, вот соединение такой и анимации, то есть сама картинка и живых каких-то кадров. Ну, на самом деле... Интересно, интересно, да, посмотреть, на что это все выведет, на что выведут авторы фильма. А кадры случайно получились, потому что один из художников, то есть Пелеин в одно время очень влекся, проникся китайской философией. И его познакомили с прекрасным гуру чайной культуры Брониславом Виногородским. Он про него в книге тоже писал. И Бронислав был, скажем так, он их сопровождал, определенную группу людей. Там был Африка в этой группе, был, собственно, Виктор Олегович Пелевин, был даже ветеран в ФСО. Такая команда интересная. Разношал, разношал. В Китае, по-моему, да, ездили? В Китае, да. В Китае ездили. И там был такой момент, да, смешной, что Виктор Олегович уже тогда запрещал всем фотографироваться, и ветеран ФСО его стал фотографировать. Он подошел к нему и достаточно резко прокомментировал, что меня не надо фотографировать. Ну что ветеран как бы сказал, что вы не стойте под стрелой. Характер такой вот интересный. Я уверена, что этот генерал потом в качестве какого-то персонажа вошел в книгу, потому что я знаю, что все персонажи, они взяты из жизни Виктора Олеговича, поэтому ему лучше дорогу не переходить, иначе потом окажешься в образе очень неприятного персонажа. Ну и как известно... Так есть. Особенно это было, знаете, кем смешно, это будет в фильме, не буду спойлерить, с критиками. С критиками, да, они жалуются, что потом себя находят. Находят в интересных местах, даже не подумают. Ну и как известно, не знаю, как правильно все-таки говорить, вот не могут сойтись во мнении, последний или крайний. Последняя работа или крайняя работа? Как правильно? Я привык последние все-таки говорить. Ну последние. Последние, да, да, да. Не судите строго. Буквально совсем недавно последняя работа вышла, да, у Пелевина. В 2022 году? Нет. Или нет, в 2021 еще? Каждый год Виктор Олегович выпускает, у него интересно. По-моему, в этом году немножко по-другому. А так обычно он в конце августа, в начале сентября, потому что люди... А вот в сентябре как раз, да? Да, в сентябре. Люди в конце августа начинают возвращаться из отпусков и готовы к чтению книг. Да, да, да. Это многое способствует. 19-й роман, да, он в сентябре как раз этого года появился. 19-й роман Пелевина. Самое интересное, что когда люди смотрят на происходящее событие уже много лет, почему Виктор Олегович пишет каждый год, он, собственно, пишет отчет свое видение происходящего. И это мало того. И мало того, он еще пишет как бы с опережением. То есть он некий медиум. И люди говорят, что все, что происходит в стране, отчасти это Пелевинщина. Да, я очень знаю тоже интересный факт, вот в добавлении к тому, что он действительно какой-то медиум. Потом, когда у него стали выпускать первые книги, то обложки для этих книг выполняли дизайнеры. Ну, как это положено, штатные дизайнеры. И Виктор Олегович предложил свою обложку. То есть он сам ее сделал, сам нарисовал, не знаю, склеил, в виде коллажа предложил. И потом выяснилось, что книги, которые сделаны с обложкой Виктора Олеговича, продаются в пять раз лучше. Ну да. Да, а вот те, которые предлагали дизайнеры, они были стандартные, с портретом как раз автора. И вот они такие, не отражали, видимо, так хорошо сути. Ну, по-моему, каждая обложка работы очередной Пелевина, это просто разрыв мозга, что называется, да. И самая успешная работа, если не ошибаюсь, все-таки Generation P, который появился в 99-м году. Наверное, самая раскрученная, да, благодаря фильму. Сейчас мы можем получить в комментариях очень много разных мнений. Три с половиной миллиона экземпляров по всему миру. Три с половиной миллиона экземпляров по всему миру. Сто тысяч в год и сто пятьдесят тысяч в год. Ну, побольше ста тысяч экземпляров. Это считается очень хорошо для формата, для автора. Ну, все-таки, Дмитрий, перед тем, как мы перейдем к следующим мероприятиям, еще в галерее, приоткроется тайну или, не знаю, не будете это делать. В фильме отрабатывается вот эта версия возможного местонахождения Пелевина нынешнего. Ведь принято считать, что он не в стране, якобы где-то на востоке. Он вообще, да, работает некая команда. О, слушайте, классная тема. Вот там отрабатываются в фильме эти темы. А это, в смысле, не новость, это для меня. То есть есть некое сообщество писателей, когда отпустили, скажем так, запреты на эзотерическую литературу, и все пошло огромным потоком. И было сообщество писателей, которые около мистической, собственно, писали литературу. И если этих пятерых писателей собрать их фамилии сверху вниз, то получится Пелевин. Вот. Ну, как бы, это вот... То есть там Петров и так далее. Например, да. Сейчас всех не перечислю, надо если говорить, то говорить точно. То есть вот прям показывается, что сверху вниз фамилии, первые буквы, получается, Пелевин. Ну, и версия про компьютерную тоже, да, она живет у кого-то в умах. Ну, и, собственно, этот фильм-то, он и появился как раз на волне опять разговора о том, что Виктора Пелевина не существует, а есть некая команда, да, которая за него работает. Поэтому опять вот... Ну, знаете, там интересный момент, приводится, ну, просто много материалов разных, и о том, что, ну, можно, допустим, придумать все, что угодно. Ну, опять же, как одна из версий, есть, существует в литературном как бы институте папочка, где, собственно... Личное дело. Личное дело студента, который учился, проходил обучение, там написаны его характеристики, его успешность и так далее. Папка существует. Да, и так еще раз давайте повторим. Завтра, 3 декабря, суббота, 6 часов вечера, презентация фильма Пелевин, документально-литературное расследование, продолжительность полтора часа. Все подробности можно еще дополнительно посмотреть на сайте галереи прогресса 16+. Плюс, пожалуйста, места есть. Места есть. Места есть, да. Так, у нас еще 9 минут до завершения первой части нашей программы. Потом мы традиционно будем вопросы нашим слушателям задавать, безусловно. Перейдем к следующим мероприятиям, связанным с галереей прогресса. Да, Витя? Да. Что еще можно посетить? Когда каникулы, делаем фотопроект дикой природы России, первозданной России. Это всегда больше 100 фотографий. Это животные, это природа, это какие-то морские существа и так далее. Поэтому 8 декабря открытие будет, так как это все-таки одни из главных посетителей, это дети. В 18.00 мы все ждем. Выставка сегодня приехала. Просто нам показалось мало. Нам прислали, мы сказали, давайте добавим. Мы бы уже на этой неделе ее открыли. И заказали еще 100 фотографий, поэтому увеличиваются. То есть место есть, где их разместиться? Место есть. То есть и вообще это гигантский проект, на самом деле. Мы в последний раз перевозили где-то 150 фотографий. И это, наверное, одна десятая от того, что есть вообще, как бы, ежегодно. Печатается, делается для реализации этого проекта. Взрастное уграничение тут? 6+. 6+, 8 декабря будет открытие этой выставки. То есть, соответственно, в следующий четверг. Да. Да, интересно, что и детям от 6 лет есть чем заняться в галерее прогресса. Дмитрий, вы рассказывали, что у вас проходят квесты для школьников. Расскажите поподробнее. Квесты для школьников, да. Это авторский проект. В этом проекте есть ведущий. Он, этот проект, направлен на популяризацию современного искусства и, собственно, как бы знакомство с искусством современным. Где в этом проекте можно и попрыгать типа в классике для того, чтобы отгадать, где какие фигуры. Потому что, ну, мы отталкивались от русского авангарда, собственно, абстракция. Можно пособирать квадратики с разными цветами, чтобы собрать какую-то общую подходящую колористику. Можно подгадывать фотографии известных людей, где можно перепутать художника, например, с певцом или певца, с композитором и так далее. Ну, известные люди, люди творческие имеются в виду, да? Конечно, известные люди, люди творческие, да. Не политики. Ну, мы работаем в своем жанре, да. Вот, поэтому дети, вы знаете, удивительные, некоторые знают. Мы очень рады этому. То есть, ну, в смысле, да, они знают современных художников не только русских, а и европейских в том числе. Это можно прийти целым классом, нужно как-то записываться к вам. Да, можно записаться на сайте, извините, что перебиваю. Есть почта, написать на почту. И желательно, чтобы группа была минимум 15 человек. Ну, это будет тогда интереснее просто. Я хочу сказать, что в итоге этого, то есть, там 4 уровня, которые проходит группа, и в итоге школьники создают собственную свою работу. То есть, они всем классом создают работу. В жанре хэппининг получается, да, такой? Да, мы специально нарезали там кусочки. То есть, на бумаге что-то это такое получается? Это холст. Холст, и они на холст клеят разные кусочки, ну, разные геометрические фигуры, которые складываются в законченное произведение искусства. Ну, это классический такой хэппининг. Да. Вот. Посетение бесплатно. Да. Я думаю, что-то очень важное нужно подчеркнуть. То есть, еще есть время. Мы специально попросили, чтобы нам проект проделили на две недели, чтобы успеть пригласить больше людей. И вот вы уже провели несколько таких квестов. Для каких классов лучше подойдет? Ну, четвертый, пятый класс точно. Ну, прям на ура. Шестой даже. А вот седьмиклассники, они уже... Они стесняются клеить. Им уже другое подавать. А возрастное ограничение формально тоже есть? Никакого. Никакого. Ноль плюс. Да. То есть, вы в ходе этих мероприятий видите заинтересованность у подрастающего поколения, да? Вы знаете, в Кирове, мне кажется, надо развивать эту историю. Потому что, ну, как не я сказал, а один из главных ведущих людей современного искусства, который подвигал, он сказал, что вот там в одном городе не было какого-то вида сыра, его стали перевозить. И вы знаете, сейчас его огромное поклонников количество этого сыра. И с современным искусством то же самое. То есть, чем больше о нем рассказывают, чем больше с правильной стороны, тем больше будет поклонников. Ну, наш проект тому, например, мы же вот существуем с 2011 года, и людей каждый день приходят и говорят, как классно, мы не знали о вас, что вы есть. Вообще, в принципе, в городе, да? А у вас, оказывается, да, столько всего интересного, да? И не только можно на квесты прийти, но можно еще и в художественной школе позаниматься, и даже взрослому научиться писать, рисовать настоящие работы, да, красками, маслом. Вот, расскажите, я точно знаю, вот, но уверена, что для многих это будет такой новостью, что у вас работает из-за студии. Да, взрослая из-за студии у нас работает не первый год. У нас до этого преподавал несколько лет, по-моему, 4 года Денис Сирмак. Он сам был литовский художник, сейчас он преподает... Она работает почти столько же, сколько существует, на мой взгляд, на галерею. Ну, чуть поменьше, может. Разные были этапы. Были на такого экспериментальном уровне, начальном уровне, а потом пришли к определенному уровню, и как бы ниже уже нам нельзя опускаться. Поэтому... Да, Денис Сирмак, да. Да, Денис Сирмак. У него интересное образование Академии Репина, 2 года. Потом был вынужден уехать по болезни родителей обратно в Литву и заканчивал Академию в Литве там, живопись. И преподавал 4,5 года. Интересная, уникальная школа. И самое, что я отметил, очень важно, когда тебе учитель передает в руки, ну, ремесло. Потому что есть разница, скажем так, уровня, когда люди пытаются писать экспрессионизм, используя технику, допустим, западную школу. У Дениса это прекрасно получается. Это вот слова, например, покупателей, те же, которые его покупают, работают. И много благодарных учеников на сегодняшний день, кто успел позаниматься у него, они понимают ценность этого. Потом сейчас у нас как раз в рамках проекта преподавала Екатерина Шепина. Екатерина Шепина тоже звезда, такая же, как Денис Сирмак. Звезда она в том отношении, что она, например, попала в выставку в январь 2022 года, там, в эту выставку приглашали всех художников, предварительно отсмотрев работы талантливых молодых художников России. И Екатерина Шепина попала в эту выставку. Да, давайте представим, что это наша тоже кировская художник. Прекрасно, что Екатерина Шепина... Художник, да, абстракционист. Не только, она работает, она себя ищет, и достаточно давно уже. Как настоящий художник, он себя ищет, свой стиль, и каждый раз... Ну, помните, как у Пикассо был? Розовый период, голубой период. Ой, у него там больше девяти периодов было за всю жизнь, но он, правда, прожил 90 лет. Да, 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 да. Ну, и что вы говорите, все, Катя впереди. Катя совершенно молодой художник. И она... Прекрасно, что она сейчас преподает в колледже Орлову Аркадия, потому что ей есть что сказать, и она очень умный, интеллектуально развитый человек в плане изобразительного искусства. Ей есть чем поделиться. Она знает искусство изнутри, и это немаловажно. То есть то, что нам иногда не хватало... Допустим, когда Денис, он преподавал больше... Предыдущий преподаватель эмоций и технику, он в глубину не погружался. А Катя как раз вот, она как бы погружается в глубину. Копает, копает, копает. Да, я была на мастер-классе, мне очень понравилось. Да, поэтому классно, что она преподает в нашем единственном прекрасном колледже. Ну, за студией, я так понимаю, тоже нет возрастных ограничений? Нет, там... Там же детские и взрослые группы. Там не ограничения, там, скорее всего, лучше приходить от 12-15 лет. Кстати, я смотрю, в группу ВКонтакте из-за студии взрослым уже считается посетитель с 12 лет. Ну, это же понятия, они все условные, кем-то определены. Мы разные бывают, скажем так, истории в жизни, поэтому... Но сейчас после... Катя заканчивает проект, она слишком там, скажем, нагружена обучающей программой колледжа, и она не успевает, ей тяжело. У нас приходит другой преподаватель, прекрасный человек и художник, заслуженный Казахстана, Наталья Литвинова. Она дала согласие на то, что она будет преподавать. Ее муж, например, Андрей Нодор, какое-то жил время в Вятке, и надо отметить, что он участвовал в торгах Сотбис и Кристис. Его картины продавались там, у нас есть... И выставка была в выставочном зале его. Тоже люди, знаете, кто к нам приходил. Я всем рекомендовал сходить на его выставку. Они были, кто вот понимает, любят современную искусство, были благодарны за то, что они попали на его выставку. То есть новый преподаватель, он будет находиться здесь, в Кирове? Он будет жить. И он жил тут, потому что их сын учится в колледже Казенина, завершает курс, и у нас вот есть как раз время для того, чтобы Наталья смогла передать. Ну, в общем, жизнь связана с нашим городом, да, поэтому... Скажите, вот... Когда непосредственно, да, простите, вперед, еще новый курс, новый преподаватель. Ну, я надеюсь, что Наталья сегодня приедет в Вятку, мы за выходные все организационные вопросы решим, и на следующей неделе попытаемся запуститься. То есть буквально накануне Нового года. Недели две. Это очень меня волнует вопрос, можно ли прийти, не умея рисовать. Да, конечно, можно. Мы как раз для этого и существуем. То есть для того, чтобы... Вы знаете, как вот... Я не знаю, как у Натальи будет, но Денис он делал так. Он, допустим, давал листочек... У нас вот 10 секунд уже, да. Давал листочек, давал, допустим, какой-то предмет, человек его рисовал, Денис понимал его уровень и говорил, все, я с тобой работаю вот так. У него получалось в массе работать индивидуально. Отлично. Завершается на этом первая часть программы Культпоход. Скоро начнется розыгрыш наших призов. У нас в гостях, напоминаем, Дмитрий Шиваев, руководитель Центра современного искусства Галереи Прогресса. Внимание, сейчас мы будем задавать вопросы вам, наши слушатели. Вернее, задавать их будет наш гость Дмитрий Шиваев. 211-101, номер прямого эфира. И, пожалуйста, Светлана, те призы, которые сегодня у нас есть. Давайте погласим. Да, сегодня мы разыгрываем пригласительное в кинотеатр «Дружба» на любой фильм и сеанс, пригласительное в «Вятскую филармонию» на концерт «Джаз-опера-синема», который состоится, внимание, уже завтра, 3 декабря в 17.00, ограничение 12+. Также мы разыгрываем книги от магазина «Читай город», «Ника Марш. Крепкие узы» 18+, «Евгений Водолазкин-Чагин» 16+, «Марьяна Романова-Болото» 18+, и «Мандарины не главное» — это рассказы известных писателей к Новому году и Рождеству 16+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенская 65», «Ленина 103А», «Луганская 53», а также «Волково 6А». Ну и, конечно, у нас сегодня есть подарки и призы от наших гостей галерей «Прогресса». Это билеты на выставку «Молодого искусства. Новые кисти», ограничение 6+. И билеты на кинопоказ «Пелеви», на котором мы сегодня говорим, ограничение 16+. Завтра показ, напоминаем, уже в субботу, 3 декабря. Итак, Дмитрий, давайте озадачим наших слушателей. Вопрос сложный. Сложный. Прям со сложного начинаем. В пятницу-то, когда многие уже расслабятся. Когда все слишком просто, неинтересно. Хотелось бы первый дебют Виктора Олеговича Пелевина. Литературный. Литературный дебют. С которым его начали узнавать. 211-101. Ну, я думаю, что информации о Пелевине довольно легко найти. Это кажется просто, но с одной стороны. Давайте пробовать. 211-101. Призов достаточно много. Подсказывать будем, не будем? Попробуем сейчас. Можем дать три варианта и как раз назовем возрастные ограничения. Ну, я правильно понимаю, многие же писатели начинают свой путь не с отдельных книжек. Можно подсказать, знаете, какой рассказ. Во-во-во, я к этому и веду. Да, с небольших произведений. Да, с небольших произведений, которые в периодических изданиях появляются, так скажем. Да, у нас есть звонок. Добрый день, как вас зовут, скажите? Добрый, Андрей. Да, Андрей. Ваш вариант-ответ первый литературный опыт с Виктора Пелевина. Пожалуйста, отвечайте. Ну, может быть, затворник из Шестиполых? К сожалению, нет. Нет, чуть-чуть пораньше? Чуть-чуть пораньше. Чуть-чуть пораньше. Еще раньше. Да. Андрей, если есть второй вариант, вторую попытку можем вам дать. Или нет, или нет все-таки варианта? Ну, давайте колдуны и знаты люди. Вы ответили правильно на вопрос. Правильно, да. Все. Стопроцентные попадания. Да, Андрей. Видимо, подсказка у вас, да, там где-то перед глазами или нет ничего? Ну, да, в Википеде. Да, приоткрыли, есть, там написано, да. Ну, чего ж. Я просто не знал, и когда начал изучать материал, специально посмотрел. Андрей, определитесь в эфире с призом или редактору вас передать? Книжку «Крепкие узы». А, «Крепкие узы». Да, «Ника Марш», «Крепкие узы», «Как жили, любили и работали крепостные крестьяне в России», 18+. 18+. Поздравляем вас, хорошей пятницы, вам не кладите трубку, передаем вас нашему редактору несколько слов, орг-моментов, она вам объяснит. Следующий вопрос можем задавать, потому что время у нас бежит, нам еще галерея прогресса. Нужно вернуться. Что? Прямо сейчас? Да. Ну, а что, мы же разыгрываем. Ну, давайте я задам какой-нибудь самый какой-нибудь простой вопрос, раз уж мы начали со сложного. И, кстати, да, я в самом начале несколько книг Виктора Олеговича перечислял, и нам редактор подсказал, что нужно называть возрастное ограничение, поэтому называю 18+. Очень простой, легкий вопрос. Дозвонитесь 211-101 и скажите, пожалуйста, Вавилен Татарский – это имя главного героя какого произведения Виктора Пелемина? Ну, это очень просто все. Да, Виктор Пелемин? Да. Пойдет, пойдет. Конечно. На контрасте будет правильный Вавилен Татарский. На контрасте будет правильный Вавилен Татарский. 211-101, Вавилен Татарский, дозвонитесь, призов у нас еще много. И мы, кстати, да, хотели еще в конце уделить внимание еще мероприятиям в галерии прогресса. Пока дозваниваются, можем успеть. Ну, хотел бы вернуться на минутку буквально к проекту, который будет запущен 8 декабря, на следующей неделе в четверг – Общероссийский фестиваль природы «Перерозданная Россия». Этот конкурс существует с 2014 года. Туда приглашаются лучшие фотографы из большого количества, выбирают лучшие из лучших. И в течение месяца уникальная работа фотографов, натуралистов выставляется в Москве, а затем они передвигаются по всей России. Вот. Это фотографии животных, это макросъемка, это пейзажи со всей необъятной нашей Родины России. Родины, да. Давайте звонок принимать, пожалуйста, Светлана. Да, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Сергей. Сергей, вы знаете правильный ответ, да? Вавилен Татарский. Это герой романа Виктора Пелевина «Генерэшн Пи». Ну, конечно, да. Да, поколение Пи, поколение Пепси. Простой вообще вопрос, правильный ответ. Что вы выбираете? Какой приз? Есть билеты в кино. Есть. Есть кинотеатр «Дружба». Да. А в смену нет, да? В смену сегодня не располагаем, к сожалению. Ага. Хорошо, давайте. Дружба устраивает. Дружба не может не устраивать. Все по дружбе, да. Дружба не может не устраивать. Да, поздравляем вас. Даже не знаю, что делать. Вот у нас полторы минутки остается, и нам еще хочется про галерею прогресса сказать. Да, там еще есть события. Я буквально на несколько секунд, да. А, три минуты у нас еще есть. Прекрасный фотоклуб Дианы, старейшее творческое мнение города Кирова, в который входят фотографы-любители, отсчитывают свою историю с 1957 года. Выставка открывается тоже на следующей неделе. Это будет суббота. Я думаю, что в пять часов, чтобы не очень поздно. Они будут отмечать свой юбилей, 65 лет, со дня основания. Это прекрасные пейзажи нашей области, нашего региона. Да, то есть сосредоточены именно на... Очень хорошие снимки. То есть, ну, как бы две выставки на следующую неделю, а это фотовыставки. Ну, вот мы читаем, да, фотоклуб Диана, старейшее творческое объединение нашего города. Там фотографы-любители с 1957 года. В то время действовал фотоклуб при редакции областной газеты «Кировская правда». А-а-а, вот откуда корни. Но в настоящее время... Это я и думаю, да. Да, да. Название такое Диана. Диана. Скажите, в рамках фотовыставок не предполагается какой-то мастер-класс? Всегда. Да, сейчас. Мы всегда делаем и будем делать в этот раз. Обязательно будет мастер-класс, и не один. Я думаю, что фотоклуб Диана его обязательно сделает. И кого-то... Мы попытаемся... Вот всегда включаем фотографов местных, которые участвуют в этом проекте в федеральном первозданной России. Кто-то будет, кто из Кирова и будет проводить мастер-класс. Вам как в этом шоке. Я думаю, что фотография сейчас, она на пике популярности. Практически все пользуются фотографией, и вот эти мастер-классы, они... Так называемая мобильная фотография, да, в первую очередь? Да, конечно, в первую очередь. На свой гаджет, который всегда при тебе... Но через мобильную фотографию очень многие приходят к настоящему искусству. Если не ошибаюсь, что-то ведь было в галерее, связанное с мобильной фотографией, да? Были уже выставки? Ну, чаще, скажем так, с фотографами, с мобильной фотографией тоже было. Ну, популярность действительно приятная, потому что приходит, ну, 40-50 человек. Ну, Сергея Иванова, например, в том году тоже был этот же проект. Мы делали два мастер-класса. Наш очень известный фотохудожник-анималист, да, который был гостем нашей студии в том числе. Столько историй удивительных рассказал. История там в том числе про то, как его чуть однажды стадо слонов не затоптало. Он в Африке находился, он пейзажи вечерние снимал, где-то у водоема, я помню, рассказывал. И, собственно, ощущает топот, грохот, оборачивается, а там стадо слонов на водопое несется. И вот очень такой щепетильный такой момент, конечно, был. Да, Сережа очень подробно рассказывает, интересный. Поэтому кто-то будет, кто участник фестиваля «Первозданная Россия» с мастер-классом обязательно. То есть можно будет на сайте в скором времени увидеть, да, анонс этого мероприятия. Да, после открытия, как правило, сначала открытая необходимая часть запуска, а потом уже начинаем дорабатывать. Ну что ж, благодарим нашего сегодняшнего гостя, Дмитрий Шиваев, руководитель Центра современного искусства «Галерея прогресса». Фильм «Пелевин», еще раз напоминаем, да, с которого мы начинали, будет показан завтра в 6 вечера в галерее. В 18 плюс, ой, простите, 16 плюс возрастное ограничение, начало в 18 часов. Места, Дмитрий сказал, еще есть. Есть. Да, так что добро пожаловать. Спасибо. Спасибо вам, что позвали, пригласили. И так рассказали интересно про события. До свидания.